всем привет дорогие друзья сегодня у нас на обзоре устройство компаньон фисунг е98 это своеобразный видеорегистратор камера заднего вида gps навигатор ну и прочие функции вот моделька е98 указана на коробке основные фишки устройства также нанесены схематические ну и давайте посмотрим что находится внутри коробки само устройство лежит в целлофановом пакете имеет зеркальную поверхность вот она видна ну и на тыльной стороне мы видим разъем для подключения внешней gps антенны слот для sim карт и карты памяти мини джек для подключения камеры заднего вида и разъем mini usb неприятно почему конечно так сделал производитель вот его необходимо подключить только после этого устройство можно будет включить как только этот шнур отсоединен устройство не работает нижняя поверхность съемная здесь также есть два дополнительных крепежных элементов можно крепить либо так либо так ну и кнопка reset расположена на нижней стороне одевается снимается площадка весьма легко никаких сложностей не возникает на лицевой поверхности расположена кнопка включения отключения на тыльной стороне находится поворотная камера видеорегистратора в принципе над направить ее можно в любом направлении в пределах угла поворота но достаточно удобно внешняя gps антенна и в отдельной коробке обратите внимание достаточно такая пухленькая коробочка чуть позже посмотрим что в ней подробная инструкция на английском языке конечно это огорчает и давайте посмотрим что находится внутри коробки шнур для подключения бортовой сети автомобиля с одной стороны 5 пиновый разъем с другой стороны крепежные элементы для подключения к блоку предохранителей именно такое подключение рекомендуется производителем потому что она наиболее безопасная эта камера заднего вида подключается к устройству посредством разъема миниджек один из проводов подключается к обе питания задних огней для того чтобы при включении передачи заднего хода на устройстве активировалась камера заднего вида несмотря на то что инструкция на английском языке она достаточно подробной достаточно понятной никаких сложностей с подключением не возникает также есть такая накладочка которая клеится на камеру заднего вида ну собственно давайте протестируем сейчас устройство подключается она к блоку питания пока эти загрузка хочу сказать что достаточно интересное устройство однако огорчает количество оперативной памяти она составляет всего один гигабайт на самом деле немножечко маловато хотелось бы 2 а лучше вообще 3 16 гигабайт встроенной памяти плюс можно устанавливать флеш карты на которой будет осуществляться запись видеороликов с камеры фронтальной из камеры заднего вида в принципе устройство работает достаточно шустро я думаю мы сейчас в этом с вами убедимся навигация по разделам устройства также продумано не хочу сказать что компания финсук сделала что-то новое у всех подобных гаджетов идентичные меню ланчеров ну вот но в принципе они удобные водители удобно управлять устройством в принципе даже это можно делать при движении я думаю вам прекрасно видно в принципе все происходит без тормозов нажимаем на окошко камеры включается фронтальная камера можно сохранить фрагмент вот разменка дороги которая необходимая для активации функции адас который можно прочитать в обзоре подробнее обратите внимание можно двигать вот так вот камеру вверх вниз движение конечно же не происходит но визуализация такая есть можно активировать одновременно две камеры как фронтальную так и камеру заднего вида либо камеру заднего вида двойное нажатие на экран открывает изображение на весь дисплей достаточно удобная функция можно просматривать изображение как с одной так и второй камеры на самом деле это удобно так теперь давайте посмотрим вот настроечки регистратора можно записывать звук можно его не записывать можно делать штамп gps метки но на самом деле функция достаточно много bluetooth сопряжение с мобильным телефоном и фактически устройство выполняет функцию hands-free вот соединение уже произошло для того чтобы произвести сопряжение необходимо на смартфоне подключиться к устройству с названием fx все после этого никаких действий производить не следует сопряжение происходит автоматически на дисплее устройства набираем номер телефона нажимаем кнопку вызов ну вам конечно слышно немножечко плоховато но на самом деле звук вполне нормальный более того во время разговора собеседники не жалуются на качество звучания ну и по большому счету конечно же звучание можно вывести на акустику автомобиля выполнив это действие можно воспроизводить музыку с устройства использовать его как mp3 плеер если допустим ваше устройство штатный магнитола не поддерживает данной функции достаточно удобно можно скачать сторонние приложения из play market и но для чего когда есть в принципе достаточно неплохое штатное приложение и можно и вполне удобно пользоваться сразу можно осуществлять регулировку громкости длительное удержание либо включает либо отключает звук здесь же можно регулировать яркость тоже достаточно удобно ну и что у нас есть вай фай можно подключаться либо вай фай у смартфона либо раздавать вай фай со встроенной сим карты в салоне автомобиля меню настроек понятное достаточно много настроек текстовом обзоре у меня более подробно остановлюсь на них но сейчас рассказывать большого смысла нет запускаем fm-трансмиттер закрываем канал выбираем необходимый частотный диапазон и после этого опять открываем канал соответственно вещание пошло на данном fm диапазоне это может оказаться весьма полезным владельцам американских автомобилей в которых нет четного диапазона базовое меню никакого стороннего софта нет нажатие кнопки питания осуществляет отключение устройства частичные отключения вот эту надпись можно двигать в любое положение если же она вам не нужна повторное нажатие полностью отключает дисплей устройства сейчас давайте посмотрим как фисунки 98 выглядит в салоне автомобиля если торпеда вашего автомобиля как в моем случае имеет некоторые неровности у вас могут возникнуть сложности с креплением данного устройства поэтому я его решил не устанавливать мой автомобиль хотя результаты тестирования записи камеры фронтальной и камеры заднего вида конечно же я проведу и в конце видео добавлю в принципе устройство достаточно интересное и заслуживает вашего внимания на этом всем спасибо за просмотр ставьте лайки под видео и подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал посмотрите Продолжение следует... 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 Продолжение следует...